Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Светлана Карпухина. Что произошло в Леновской области 9 июля, расскажем далее. Смотрите сегодня выпуски. Алексей Русских провел ряд встреч с главами регионов России на промышленной выставке Инопром-2024. Лечат больные сердца. Ульяновские кардиологи отмечают профессиональный праздник. Игры детям, родителям учебы. В Ульяновских детских садах отметили День семьи с пользой. С пирогами и песнями, как в Ульяновске прошел фестиваль ТОС. 9 июля делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских продолжила работу на крупной промышленной выставке Инопром-2024, которая проходит в Екатеринбурге. Какие соглашения удалось заключить и с кем провести переговоры, расскажет Ирина Антонова. Международную промышленную выставку Инопром посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, его заинтересовала продукция, представленная на стенде Ульяновской области, которую презентовал губернатор Алексей Русских. Вы знаете, порядка 10 предприятий. Свой российский трап сделали. Уникальный материал, таких больше в России никто не выпускает. То есть аварийный, да? Да, аварийный. МС-21. Кажется, не начало. Все начинается. Ну да. Вот. Сделали сидение. Комическое классо для МС-21. Это под какой самолет? МС-21. Особенно внимательно председатель правительства России осмотрел отечественный пикап «Солерс СТ-8». Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка «ОАЗ» в Ульяновске. Запустить производство этой модели планируют на заводе уже в конце 2024 года. В целом мы ежегодно на Иннопроме подводим промежуточные итоги работы в Ульяновской области. На сегодняшний день нам перетрансировано в вашем регионе 18 проектов, 19 миллиардов рублей и общий бюджет более 40. Я традиционно говорю огромное спасибо руководству области за то, что уделяют особое внимание вопросам развития обрабатывающихся в промышлении региона. На выставке делегации Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских удалось заключить ряд соглашений о промышленной кооперации и инвестировании в экономику региона. Так, во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в присутствии губернатора Алексея Русских состоялось подписание соглашения между Ульяновским ООО «Медаус» и ООО «Промышленная группа Метран». Челябинская область – это вообще крупнейший промышленный регион у нас в стране. Сегодня подписали соглашение между нашей компанией «Медаус» и Челябинской «Мекран». «Медаус» будет поставлять сенсорные датчики для «Мекрана». Я сам был на производстве «Мекрана», видел это предприятие, это уникальнейшее производство, но сенсорные датчики получали из-за рубежа, из недружественных сейчас уже стран. Вот наша компания «Медаус» вполне может импортозаместить. В свою очередь Алексей Текслер отметил, что интерес к ульяновской компании «Медаус» у челябинской компании «Метран» возник давно и не случайно. «Метран» сегодня крупнейший изготовитель измерительных приборов для различных отраслей. И компания очень инновационная, ну то есть если она приобретает эти датчики, значит можно смело сказать, что они одни из самых лучших не только в нашей стране, но и в мире. Поэтому такая вот коллаборация, такое взаимодействие, да, я думаю, оно и дальше будет шириться». Кроме того, трехсторонние соглашения подписали губернатор Алексей Русский, генеральный директор ПАЭС «Ульяновск» Олег Непочатов и генеральный директор АО «Промтех» Валерий Шадрин. Испытательные стенды, которые будут смонтированы в рамках реализации проекта, предназначены для имитации различных высот порога, дверей, при различных вариантах подлома стоек, шасси самолетов МС-21, Ту-214 и Суперджет, Нью и других. А также для проведения проверки на функционирование аварийно-спасательных трапов и систем аварийного приводнения фердолётов. «И с подписанием соглашения, которое будет сегодня по центру сертификации и по дальнейшему развитию кресельного направления, мы в самое ближайшее время планируем прирасти около 250-300 человек, потому что наша планка вот такого ближайшего самого короткого времени, мы ориентируемся около 1000 человек работающих». Также Алексей Русских провел переговоры с главой республики Мариэл, председателем правительства Юрием Зайцевым. Алексей Русских представил коллеге коллективную экспозицию Ульяновской области и познакомил с потенциалом промышленных предприятий. Главы регионов обсудили сотрудничество по направлениям кооперации ряда марийских и ульяновских компаний. Кроме того, было намечено взаимовыгодное взаимодействие в сфере сельского хозяйства, туризма и спорта. Ирина Антонова, Уллправда ТВ. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности в мире. Диагностикой и лечением этих заболеваний занимаются кардиологи. Как отметили в Ульяновский день кардиолога, смотрите в нашем следующем материале. Болезни сердца одни из самых распространенных в мире. Только от ишемической болезни сердца умирают тысячи человек. Это 16% от числа всех смертей в мире. Каждую минуту с убийствами и заболеваниями борются кардиологи. В Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова врачи работают с экстренными больными. Здесь каждая минута на счету. Любое промедление может стоить жизни пациента. Нина Прыдкова профессионализм кардиологов оценила на себе. У меня был шок. Я увидела конец света. Я стала задыхаться. Случайно забыла телефон. Никакой связи. Вот вы знаете, зацепиться не за что. Чуть доплелась до дома. Меня сразу в реанимацию туда. Я там была три дня. Вот я удивилась. Настолько люди готовы помочь. Вы, понимаете, вы, говорит, спрашиваете все. Они нас вплоть до того, что умывали, потому что мы лежачие. Доктор наша, Дарья Дмитриевна, это вообще чудо какое-то. Она не просто вот бежит. Она остановится. Я вот каждый день ей вопросник составляю. Дарья Срубилина профессию врача выбрала осознанно. Любовь к собственному делу чувствуется и в отзывчивости пациентов. Каждый больной выражает благодарность. Ждет Дарью Дмитриевну к себе в палату как любимого гостя. В положительных отзывах за спасенные жизни не перечесть. За год работы через руки Дарьи Дмитриевны уже прошли сотни пациентов. А вот с кардиологией связать свою жизнь захотела на последних курсах университета. Но при этом плановая кардиология не очень меня как бы интересует. А вот экстренная кардиология, взаимодействие постоянно с пациентами, которые находятся на грани жизни и смерти, и где ты действительно можешь оказать помощь прямо здесь и сейчас и спасти жизнь, привлекла большую. Соответственно, поэтому и устроила сюда. Кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом ЦК МСЧ – кладезь высококлассных профессионалов. Секрет хорошей работы коллектива – наставничество. Опытные врачи взращивают координаторов, превращая их в кардиологов высшего класса. В нашем отделении очень развито то, что мы пациентов не то, что не бросаем, но стараемся их наблюдать и доводим до того момента, когда решаем практически все их проблемы. Так как у нас пациенты все с прединфарктом, с инфарктом, то есть если есть такая категория пациентов, которые многососудистые, они нуждаются дальше в оперативном лечении, то есть они могут быть застентированы, мы их подаем через телемедицинские консультации в федеральные центры. Еще один секрет отделения – сплоченная команда и постоянная поддержка. Дружественная обстановка помогает в непростых рабочих буднях. Нехватка кадров – единственная ложка дегтя. Поэтому в команду отделения постоянно ждут новых специалистов. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ. В День семьи, любви и верности в детских садах области прошли праздничные мероприятия. Для детей – игры, мастер-классы, а для взрослых – уроки безопасности и концерт. С места событий наш корреспондент. Словно в поле, повсюду ромашки. Цветок – символ Дня семьи, любви и верности. Простая, но такая распространенная на территории России ромашка, обладающая неброской красотой, стала олицетворять самые важные семейные ценности. Дети – цветы жизни и символ крепкой любви. Их безопасность, комфорт и благополучие – главное для родителей. В защите детей посвятили целый блок на праздничных гуляниях в Ульяновском детском саду номер 242. Родители знакомятся с особенностями воспитания детей от педагогов-психологов дополнительного образования. Также инспектор по делам несовершеннолетних рассказал родителям об опасностях, которые могут встречаться в жизни детей с 1 сентября 24-го года Ульяновская область вошла в 18 регионов Российской Федерации, которые будут внедрять и реализовывать программу просвещения для родителей, детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. Пока родителям напоминают о правилах безопасности и дают советы по воспитанию, малыши проводят время на свежем воздухе, делают ромашки, отвечают на тематические вопросы и готовят концертную программу для мам и пап. Отмечать в кругу семьи 8 июля стала доброй традицией для детского сада «Садко». В год семьи праздник решили сделать полезным. Мы понимаем, что в наше время, сейчас современные родители недостаточно имеют компетенций по вопросам воспитания детей, поэтому наша работа в детском саду направлена на оказание помощи по разным вопросам. По вопросам здоровья, по вопросам воспитания, по вопросам возрастных каких-то особенностей детей. Правовому и патриотическому воспитанию в дошкольных учреждениях уделяет особое внимание безопасность детей в наших руках. Семья Лакаевых из Ульяновска вышла в финал конкурса «Это у нас семейное». Перед финалом состоялась встреча семьи с президентом страны Владимиром Путиным. Всегда говорю всем своим коллегам, все время говорим о том, чтобы нам поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи. На встречу Лакаевы обратились к Владимиру Путину с инициативой, касающейся начисления ежемесячной выплаты родителям ребенка-инвалида. Владимир Путин поддержал инициативу. После последних испытаний все финалисты конкурса отправились в большие семейные путешествия, а 30 семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. В Ульяновске наградили победителей Международной олимпиады «Интеллектуальный марафон». Она проводилась в Димитровграде с 1 по 5 июля. Подробнее расскажет моя коллега Валентина Никонова. В Ульяновске наградили победителей Международной олимпиады «Интеллектуальный марафон». Для участия в финале в наш регион приехали одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья из России и стран СНГ. Глава региона поздравил талантливых ребят с заслуженной победой. С чувством глубокого уважения выражаю благодарность всем педагогам, учителям и наставникам, которые принимали участие в подготовке своих воспитанников, а также руководству и сотрудникам тех учреждений Димитровграда и Ульяновска, которые принимали на своих площадках наших дорогих ребят. Пользуясь случаем, выражаю признательность всем, кто принимает участие в огромной и крайне важной работе по воспитанию подрастающего поколения. Международная олимпиада «Интеллектуальный марафон» проводилась в городе Димитровграде с 1 по 4 июля. Впервые олимпиаду организовали на территории Российской Федерации. Первая олимпиада состоялась 10 лет назад в Варшаве. Ребята, конечно, волнуются. Они не знают результаты. Они в ожидании. Они писали несколько дней, выполняли задания. Первый блок – это была физика, математика и информатика. И второй блок – это биология и экология. Подведение итогов будет в различных номинациях. Семен Семенко из Ростовской области вошел в число 20 финалистов Олимпиады и получил приглашение участвовать в очном этапе состязаний в городе Димитровграде. Семен с детства увлекается физикой, изучает дополнительную литературу по любимому предмету, решает задачи повышенной сложности и занимается спортом. Физика объясняет нам все происходящее в нашем мире. Физика объясняет те процессы, которые мы наблюдаем. Самая сложная физико-математическая часть Олимпиады заключалась в соотношении физических величин. Выпускник 9-го класса Димитровградского лицея ядерных технологий Владимир Богачкин увлекается математикой. Молодой человек уверен, что точные науки и здоровый образ жизни дают много возможностей. Лично я собираюсь пользоваться IT-кубом. Инновационное, особенно для нашего региона, пространство, позволяющее развиваться в направлении информационных технологий, что я выбрал своим основным направлением жизни. Плюс отрадно, что в лицее существует не только обычная физкультура, а еще и ЛФК, то есть лечебная физическая культура, что позволит мне поддерживать себя в надлежащей форме. Поздравить ребят с победой приехал ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко. Он подчеркнул, что подобные Олимпиады помогают готовить кадровый резерв высококвалифицированных специалистов. Далее большой вклад в развитие специалистов вносит Димитровградский инженерно-технологический институт. И главное богатство нашей страны, что Господа Росатома – это люди. А люди должны расти. И те условия, которые в Димитровграде, в поддержке областной администрации, и Господа Росатома, для этого созданы, и цели этих технологий в нашем Димитровградском филиале, и все основания надеются, что они вырастут в теме, очень надежные руки, это уникальная установка, и уже очень в скором времени попадет. Губернатор Алексей Русских поблагодарил Владимира Шевченко за внимание к нашему региону. Глава региона подчеркнул, что учреждения, расположенные в Димитровграде и связанные с атомной энергетикой, требуют квалифицированных кадров. В этой вертикали по подготовке кадров у нас функционируют в лице ядерных технологий. Я благодарю Владимиру Игоревичу, потому что они включили сейчас нашу датрицей, свою орбиту, и учебный процесс там будут вести преподаватели МИКИ, то есть со школьной скамьи будут готовиться будущие специалисты ядерной отрасли. Международная Олимпиада, интеллектуальный марафон для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья будет проводиться в будущем и позволит выявить талантливых и способных учеников с самого раннего возраста. Валентина Никнова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. В парке Виновская роща прошел день ТОС. Отметили праздник ульяновские активисты ярко в формате фестиваля. Гости мероприятия наслаждались народным творчеством и не только. Подробности далее. Народные песни и угощения на любой вкус. Ульяновские активисты радушно встретили гостей фестиваля. В праздничный день работала и выставка достижений ТОСовцев, так что они смогли и на соседей посмотреть, и себя показать. ТОСы в Ульяновской области очень популярны. Их становится все больше. В настоящее время на череду региона 438 ТОСов, которые являются юрлицами. Это первые в Привозском фестеральном округе, вторые в России. Но уверен, что скоро будем первые, потому что в Волгоградской области в 2011 году было 1100 ТОСов, осталось 600. Чем-то наше движение ТОСов растет. Только буквально за последнюю неделю 8 ТОСов новых появилось. Ульяновские активисты благоустраивают общественные территории, проводят развлекательные и спортивные мероприятия. Часто ТОСовцы занимаются благотворительностью и помогают военнослужащим в зоне специальной военной операции, а также их семьям. Один из таких проектов – хлеб всему голова. Попекаем 50 булок хлеба, раздаем нуждающимся, всем МСВО, все как бы по запросу. На мероприятии изготавливаем также стружки, батрушки и все такое прочее. Если проводим какие-то спортивные соревнования, мы организуем выезд и угощаем участников соревнований. Поздравить активистов приехал и глава региона, который отметил, что развитие территориальных общественных самоуправлений происходит благодаря господдержке и хорошим идеям ТОСовцев. Замечательным подспорьем являются и субсидии из фонда президентских грантов. Только за первое полугодие 2024 года в конкурсах президентского фонда культурных инициатив и фонда президентских грантов ТОС Ульяновской области выиграли 30 проектов. В день ТОС прошло и награждение за многочисленные достижения. Чествовали и активистов, и тех, кто им помогает. За информационную поддержку наградили и сотрудников Улправда ТВ. Видеооператоры Сергея Кудакова и видеоредактора монтажа Константина Лысенкова. Юлия Адамова, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Меня зовут Тимур, и я москвич уже как 10 лет. Сегодня я расскажу про главную цель твоего визита в Россию – трудоустройство. Поздравляю с получением важного документа – патент. Он позволит тебе заключить трудовой договор, о котором я сейчас и расскажу. Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанности. Заключать такие договоры можно как с человеком, так и с компанией. Вы обязательно должны получить на руки экземпляр трудового договора с подписью работодателя. Не подписывайте договор, с условиями которого вы не согласны. Размер заработной платы работника на полной занятости не может быть ниже мрот – минимального размера оплаты труда. Например, в Москве он составляет 24 801 рубль, в Санкт-Петербурге – 23 500 рублей, в целом по России на 2023 год – 16 242 рубля в месяц. Штрафы и вычеты из заработной платы незаконны. Если работник не выполняет свои обязанности по трудовому договору, работодатель может сделать письменное замечание, выговор или уволить вас, но не имеет права штрафовать. Получать деньги вы можете либо на свою банковскую карту, либо лично у работодателя под подпись. Заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов. Рабочей недели – 40 часов. За сверхурочную работу положены дополнительные выплаты. Вам важно понимать, какие обязанности есть у вашего работодателя. Они перечислены в законе. Без задержек и вычетов выплачивать вам заработную плату, дать безопасное рабочее место и работу, указанную в трудовом договоре, продлить вам срок временного пребывания в регионе России на время действия патента на работу, проинформировать о принятых у него правилах и распорядке. Закон также устанавливает обязанности и права работника. Вы должны добросовестно выполнять условия трудового договора, письменно предупредить работодателя о своем увольнении за 14 дней, соблюдать правила трудового распорядка и техники безопасности, сообщать работодателю о возникновении ситуаций, представляющую угрозу жизни и здоровью людей. Вы, как работник, имеете право отказаться от выполнения работ, опасных для жизни и здоровья, отказаться от работы, не указанной в трудовом договоре, приостановить работу, если зарплату задерживают дольше, чем на 15 дней, требовать копию трудового договора, расчетные листки, справки о зарплате. Причиной отстранения от работы или увольнения может быть приостановление или окончание срока действия разрешения на привлечение и использование иностранных работников у работодателя, окончание срока действия патента работника, окончание срока действия разрешения на временное проживание или вида нажительства работника. Помните, что большинство иностранных работников работает в России по трудовому договору. Важно понимать, что законы России защищают только тех работников, с которыми заключены официальные трудовые договоры. Если официального трудового договора нет, то законы России не смогут вас защитить. Обязательно помните об этом, когда устраиваетесь на работу. Как ты понял, знания и соблюдение Трудового кодекса – неразделимые понятия как в России, так и в любой цивилизованной стране. Поэтому в случае неправильного заключения и неисполнения трудового договора, проблемы в первую очередь будут у работников. Как говорят в России – предупрежден, значит вооружен. Добро пожаловать в Россию! 10 июля в Ульяновской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Давление 755 миллиметров втутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова